Добрый день, друзья! Это проект «Православие» и с вами священник Антоний Русакевич, председатель миссионерского отдела Тверской епархии. Сегодня мы с вами поговорим о юморе и смехе, потому что для многих это такой вопрос очень серьезный. Многие люди даже считают, что если человек православный, он всегда должен быть грустный, унылый и ходить с серьезным лицом. Даже иногда мне в интернете люди пишут, батюшка, почему это вы улыбаетесь, почему вы называете себя позитивным батюшкой, ведь все православные должны быть грустные. Это такой стереотип. Идет он зачастую от людей, которые посвятили свою жизнь серьезному подвигу и молитве, которые находились в уединении и полностью отрекались от мира. Я говорю о монахах. Конечно, эти монахи, которые жили уже как ангелы, они избрали другой путь. И действительно, для них самое важное было постоянная молитва, непрестанная Иисусова молитва. И когда человек смеется, то он, наверное, не сможет смеяться, молиться. Но, тем не менее, нам надо понимать, что мы с вами не монахи и мы не святые. Когда мы задираем планку духовной жизни так высоко, то мы всегда будем в унынии, всегда будем грустные, потому что мы будем понимать, что мы не святые. Но давайте посмотрим. Ведь святые люди, они жили таким образом десятки лет и не сразу достигли святости. Когда-то они тоже были молодыми и также могли и шутить, и смеяться. И в этом нет никакого греха, если мы не унижаем другого человека, не обижаем никого. Ведь есть добрые шутки, и их очень много в православии. Почему нет? Нет. Вообще, для православного человека важно радоваться каждому дню и благодарить Господа за все, что происходит в жизни. Если мы с вами живем в таком состоянии, то мы следуем словам Спасителя, который говорил «радуйтесь и веселитесь». Если мы с вами не будем жить таким образом, а будем пребывать в унынии, то значит что-то не так. Значит мы не встретили еще Христа в своей жизни и не чувствуем присутствия Божьего. Именно поэтому нам тяжело и нет никакой радости. Человек, который встретил Христа, он понимает, что он нашел самое главное в своей жизни. И все остальное, что было для этого, уже не имеет такого смысла. И поэтому человек верующий, он может пошутить, может посмеяться, и в этом нет никакого греха. И мне хочется, чтобы каждый из нас это понимал, что мы можем дарить радость людям, какие-то добрые, хорошие эмоции. Это сейчас очень важно. Во время карантина, самоизоляции нам хочется поддержать людей, и когда-то добрая шутка нам может очень помочь. Вот сейчас в соцсетях и в мессенджерах рассылают постоянно какие-то новости, видео, картинки, и они чаще всего призваны запугать человека. То что-то про конец света, то какие-то старцы что-то сказали, то еще что-то нехорошее. И редко нам присылают что-то позитивное, что может поднять настроение. И вот чтобы уменьшить это количество негатива, попросите своих знакомых никогда больше вам не присылать плохие новости. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Когда этого негатива становится меньше, попросите их присылать какие-то хорошие, добрые шутки, юмор. И тем самым поднимать вам настроение, а не ухудшать его. И когда мы хотим с другим человеком чем-то поделиться, какой-то новостью, переслать какую-то картинку или статью, подумайте, мы какие эмоции хотим вызвать. Мы хотим человека ободрить, поддержать его, поднять ему настроение. Или мы хотим показать, что все очень плохо, мы все умрем и скоро конец света. Конечно, это вызывает страх, конечно, это вызывает уныние. Ничего позитивного в этом нет. Нам надо избегать таких мыслей. Хочу пожелать всем, братья и сестры, смотреть вокруг себя и больше искать тех вещей, которые нас могут порадовать, которые могут нам подарить какие-то положительные эмоции. Это очень важно в такое непростое время. Всем желаю Божьей помощи и ангела-хранителя. Спаси Господи.